Сей мир нарекли судьбой. Нити судьбы связаны между собой, Лишь хрупким предубеждением. Когда разрываешься в гневе, Скорби и слезах, В полуночной тьме Мы совершим любую месть. Для Акунах Гакури Носато Это был самый обычный И ничем не примечательный день. Разве что вернулся со своего долгого путешествия Самой веселой и непредсказуемой ниндидеревне Наруто Узумаки. Или уже не самый веселый. Блондина было невозможно узнать. И не потому, что его лицо скрывал плащ с капюшоном. Совсем нет. Его лицо совсем не выражало никаких эмоций. Даже мудрец Джирайя заметил это. Причем еще около года назад. Помимо него, Лиса также сопровождали еще двое ребят, Которые вряд ли были кому-то известны. Первый имел устрашающий взгляд, Зализанные седые волосы, Плащ, раскрытый наполовину, Выставляя на показ свое тело, А также странная трехзубая коса, Что была прикреплена на его спине. Второй же выглядел вполне типично. Для какого-то подростка, что ли. Коричневые брюки, Белый кардиган, Поверх фиолетовой рубашки, А также странный кулон. И вот эти четверо добрались до резиденции Хокаги, Которая совсем не изменилась за эти два года. Какие люди? Только вот не вижу радости от встречи со мной. Привет, Спокойным тоном, Ответил ей Наруто. Ты чего, Хидан? Мысленно спросил новый друг Наруто, У пепельного лосого. Ну, это типа, Хотел сказать здрасте, Хокаги сама, А чуть не получила сиськи. Ответили ему точно так же. Ведь только Ичимокурен Мог общаться мыслями с тем, С кем пожелает. Прости, бабуля. Я очень устал. Хотел бы пойти отдохнуть. Вот только можно попросить тебя кое о чем? Да, я слушаю. Освободи меня от команды Какаши И сделай из нас троих команду номер 9. С чего бы это? А как же твои товарищи? Ты про Какаши, что ли? У него есть два болтуса, Сакура и Саски, С которыми у меня нет особого желания сотрудничать. Командная работа превыше всего. Только эти двое идиотов Подходят для такой роли. Ну-ну, выполни его просьбу. Не будь такой строгой, Цунаде. Похлопал ее по плечу Санин И улыбнулся. Чего не скажешь о Наруто. Давай заключим пари. Победи Какаши в поединке 1 на 1. Тогда я соглашусь. Нет? Тут уж извините, куда деваться? Пф, фыркнул Наруто. Окей, когда и где. Отдохни, а через три часа на вашем старом полигоне. Лишь пять секунд прошло после законченной ею фразы, а Наруто и его новых друзей уже не было в кабинете. Может, ты мне объяснишь, что с ним не так? Эх, самому бы знать. Последний год он сам не свой. Даже не помню, когда Наруто в последний раз хотя бы улыбнулся. Давай-ка пойдём бухнём по старинке, заодно и обсудим всё. Ребята шли в сторону дома блондина. По дороге Наруто видел силуэты старых друзей издалека. Но не особо горел желанием с кем-то видеться. Короче, мы с тобой отдыхаем на кровати, а этот Рен в ванной. А то мало ли, иногда кажется, что он пядик какой-то. Ты давай палку не перегибай, а то без головы останешься. Не хрсть. Блин, кто бы мог подумать, что Джишин сама оказался под колпаком у короля ада. Если бы не было всё так печально, давно бы тебя нахер убил. И чему, Курен? Спасибо, спасибо. Я и так мёртв. А у тебя, по всей видимости, хромосом больше, чем у нас. О, ну спасибо. Наруто покосил глаза на Хидана и ответил. Это вообще-то не комплимент. Он... он вернулся. Да, я слышала, сегодня утром пропали без вести два человека. Просто исчезли. Надеюсь, это не связано с ним. Нормально так тебя соседки встречают. Только пришёл, а уже обвинение. Да ты ещё больше лох, чем я в твои годы. Посмелился Джишинист, пока Наруто открывал ключом дверь своей залупы. Идти, колотей. Кажется, за эти три часа ты спать не ляжешь. Апчуй! Тут нужно полгода убираться. Наруто создал несколько клонов, что молча начали уборку в доме. Пока Рен и Хидан общались у крыльца, перекидываясь угрозами друг в друга. Если бы ты не спас его тело, я бы давно твою голову тебе в жопу засунул. Если бы мог, давно бы тебя принёс в жертву, падла. Да-да, все вы на словах анбушники напали на пацана в десятером, когда тот был один. Слышите, хватит резонёрством заниматься. Можете заходить. Я закончил. Наруто разлёгся на кровать и сию же секунду уснул сном младенца. Ладно, не трогай его, пусть отдохнёт. Разбудим через пару часов. Пока блондин спал, ему снился сон. Да не простой. Сон о событиях, что уже происходили. Ты уничтожил деревню и тех жителей? Это не я. На меня напали. Таким же холодным тоном отвечал Наруто. Чакра Кьюби вырвалась и... Но чакра вырвалась из-за твоей злобы. А значит, ты виновен в смерти той деревни. Какой это имеет смысл теперь? Служи мне, и я дам тебе шанс отомстить. Не будешь, отправишься в ад прямо сейчас. Сколько? С серьёзным взглядом посмотрел он на девочку. Четыреста лет. А после ты отправишься в ад. Отправиться в ад сейчас, или четыреста лет служить тебе и ходить по миру, но при этом иметь право отомстить. Довольно простой выбор. Я согласен. Спящая красавица, алё! Я тебя не собираюсь целовать. Может, тот педик захочет, но спроси у него. Наруто, пора на полигон. Я вижу, что несколько человек уже собрались там. Однако, я боюсь теперь даже в душ ходить. Вдруг ты подглядываешь? Время. Примерно пять вечера. Плюс-минус. На полигоне собралась целая группа поддержки. Правда, кто за кого, чёрт знает. Там были уже Джирайя, Цунады, Шизуны и команда Семь в полном составе. Через минут пятнадцать на полигоне появился Наруто в сопровождении двух человек. О, Наруто, опаздываешь? Ага, простите, сэнсэй, на дороге жизни потерялся. Да, и это не шутка. Какой-то ты невесёлый. Чем же мы тебе не угодили-то? Позволь спросить? Задал вопрос Какаши, почитывая новую книгу Санина. Вы? Вы, собственно, ничем. Сами знаете из нас троих. Командная работа, полное дно. А те двое, что сейчас сруются друг с другом, идеально мне подходят. Как по способностям, так и по характеру. Интересно, интересно. Хватит болтать, начинайте, а то у меня ещё дел по горло. Простите, что как новичок вмешиваюсь, но как насчёт боя команда на команду? Это ведь намного разумнее, вмешался в разговор никому неизвестный парень. На том и решили. Бои трое на тре начался после того, как Хакаги отдала команду старт. Если ты кого-то зарежешь, отправлю тебя на седьмой круг ада в город Дид. И чё дальше? Ха-ха-ха-ха, там властвует Минотавр. Попрошу девчонку замолвить за тебя словечко. Будешь тусить с элитным гей-сообществом на протяжении всей жизни. Ой, тьфу ты, смерти. После таких слов Хидан побледнел и пообещал никого не покалечить. По крайней мере, не смертельно. Катон, огромный огненный шар! Прокричал Саске, сложив печати тигра. Хидан взмахнул косой и разрубил шар огня пополам, переместив направление атаки в две противоположные стороны. Но за ним прилетел шар огня Какаши таких же размеров. В ответ на это выпрыгнул Наруто, который ударил Розенганом по шару, отчего тот развеялся. Вот блин, рубить на бутеры никого нельзя, и что мне, блять, теперь делать? Парни, это все клоны. Настоящий книголюб, кусты справа, 50 метров. Учиха на два часа. Девушка на дереве рядом. Доложил Рэй, следя за командой семь с помощью третьего глаза. Отлично, кучьёсы, адская гончая, сказал Наруто, как за спиной Хатаки оказался пёс цвета магмы, что собирался взорваться, а сенсей использовал технику замены и появился на поле снова. Опасно, уже наступает. Хидан побежал на Какаши, биться в тайдюцу. А хер ли мне еще делать? Сам сказал, никого не убивать, так и сам призываешь взрывающихся покемонов. Словоблуд. Внезапно, шквал кунаев прилетает в сторону двух оставшихся и задевает их. Наруто исчез, так как был клоном. Ауч! Блин, больно же! Фыркнул брюнет и вытащил два куная из щеки, от которых не успел увернуться. Моя реакция не такая, как у Шиноби, но да ладно. Еще пару минут, Хидан пытался задеть Какаши, но он был не его уровня по скорости. Шанара! крикнула разоволосая, атакуя культиста мощным ударом заряженным чакрой, отчего земля под ним в дребезги разорвалась, а клон Какаши развеялся. Один готов, вышел одноглазый из-за деревьев. Да, сенсей, вы правы, Джигоку иллюзорная тюрьма, ответил Наруто, и вокруг Сакуры образовался куб цвета пламени, из которого выбраться было невозможно. Благодаря этому сектанту я смог сконцентрироваться на месте ее удара и образовать куб за 10 секунд. Неплохо. Что это еще за техника? Удивилась Цунаде. Знал бы я сам, честно говоря. Последний год он обучался самостоятельно, как раз после того, как я заметил в нем изменения. Погоди, да как он... Наруто, ты долбанный лицемер! Тренировка, говоришь? Она же меня нахер убить могла! Встал Хидан, как ни в чем не бывало, и начал покрывать матом своих сокомандников. Джошин Сама, что за ебаный беспредел творится? Я-то уже собирался сказать, что Сакура переборщила, но... этот парнишка какой-то странный. Да и у Наруто техники непонятные. А третий таки вовсе ничего еще не показал. Опасно? Не зазнавайся, раз поймал в ловушку Сакуру. Саски достал свою катану и в мгновение оказался перед блондином. Рен! Понял? Ответил кратко брюнет и перевоплотился в катану, что схватил Наруто и отразил атаку. Что за перевоплощение? Но почему после удара он не вернулся обратно? И чему Курен является Цукумогами? Это дух, который появляется в объектах всех типов после того, как сам этот объект существует уже сто лет. После своего столетия катана, что была никем не тронута, ожила и обрела сознание. Именно в таком виде его и нашла девочка. Бой на катанах продолжался около пяти минут. Затем Саске активировал свой шаринган и взглянул в глаза Наруто, но через секунду схватился за глаза и упал на землю от невыносимой боли. Зря ты это сделал. Какаши сенсей, остались только вы. Извиняйте, конечно, но он меня под землю зарыл, падла. Хобби княженцу свою дал, а то совсем скучно как-то. Помолись пока что, тебя же это успокаивает. Ладно, Наруто, я согласен на твои условия. Какаши, с чего это ты вдруг? Ну, все вполне логично, они оба идеально дополняют Наруто. Саске и Сакуры, он ни разу не показывал такой слаженной работы. Лишь клоны как-то делали вид, будто те работают сообща. Хм, а это не потому, что ты хочешь побыстрее прочитать свою пошлятину, покосила взгляд на одноглазого Хакаги. Какаши лишь улыбнулся своим одним глазом, затем освободил Сакуру из тюрьмы. Саске привели в чувство. Наруто и его команда через пару минут ушли домой. Сунаде пришлось согласиться на их условия, хоть и неохотно. Ночь. Трое парней сидели на крыше дома и смотрели на звездное небо. Погода была для этого идеальной. Легкий ветерок и тишина. Но, но расскажи историю еще. Только в этот раз еще запутаннее, чтоб прям я такой сидел и вау. Ну, дай-ка вспомню что-нибудь эдакое. Наруто погрузился в свои мысли, несмотря на то, что тоже любил слушать рассказы Рена об их похождениях. Четыреста лет работает на адскую девочку лишь для того, чтобы отомстить. А затем ад. Хотя, если бы он отказался, то попал бы в ад сразу же. Так в чем вообще смысл-то? Призывает кто-то девочку из ада. Она говорит, мол, у тебя хватает ненависти к кому-то? Если да, то зови. Потом куклу с лентой дает, то бишь нас самих ее слуг и говорит, развяжи и твоя цель попадет в ад. Только если ты сдохнешь, то после смерти тоже в ад попадешь. Как говорится, око за око. И сидит, значит, заказчик, поджав свои булки, решается. Вроде ничего сложного. Ладненько, вот тебе история. Смотри, есть семья. Мама, папа, сестра, бабушка, дебилы, которые чуть ли не бьют друг друга. Нормальные там только брат и сестренка. Младшие, короче. Мамка отправила на тот свет бабку с помощью меня, то есть куклы. Так вот, пацан собрал всех в одном доме. Жену любовника мамы, мужа любовница отца и одного лоха, над которым издевается сестра пацана и ее хахаль. Вот. И говорит он им, у нас в банке семейном есть 20 лямов, я поделю их на четверых, если вы отправите в ад их всех. Ты и мою мать за то, что она спит с твоим мужем. Ты и моего отца за то, что тот спит с твоей женой. А ты, школьный лох, мою сестру за то, что издевается она над тобой. Лох, значит, просек всю фишку и говорит ему, а хер ли ты сам никого не отпираешь в ад? Боишься сам в аду потом оказаться? Сыкун. Так все и разошлись. Пацан сидит дома с сестренкой, ибо мать забила на них хер и ушла к любовнику. Отец сказал, а че так можно было? И ушел к своей пассии. В итоге приходит сестра со своим хахалем и решают они тут жить, ибо никого же не колышет. Творят они там всякую дичь, рушат все и решает, значит, хахаль ее младшую изнасиловать. И че? Че реально изнасиловал? Ага. Параллельно дав пиздюлей нашему пацану. Тот же сжал кулаки, пошел к озеру, что неподалеку, а сестренка в психическом шоке осталась. Сидит он у берега, к нему подходит школьный лох и говорит, мол, ну что, яйца отросли? Он ему отвечает, да, я готов. Они вместе развязывают наши ленточки на куклах и отправляют в ад сестру и ее хахали. На них появляются метки ада, мол, после смерти мы вас ждем. Ну и что? Концовка какая-то баянистая. Даун ты, дослушай до конца, прежде чем перебивать. Короче, эти двое решают, мол, хер ли нам все равно в аду тусоваться. Пошли и взяли бензопилу, далее насилуют какую-то левую девку, а мы уходим за новым заказчиком. Конец. А вот это уже интереснее. С одной стороны, действительно, а хуле им еще делать? А что ж с младшей сестренкой? А черт ее знает, я их больше не видел. Никогда. Через какое-то время перед ними в воздухе появляется Энма Ай и говорит спокойным голосом. У нас заказ. Кто на этот раз увидишь? Слышь, девчонка, а как вы вообще здесь оказались? Я не догоняю что-то. Ну, если сказать проще, нас повысили в звании. И теперь мы ищем адскую девочку и для этого мира. То есть, если мы закончим здесь, я смогу увидеть мир, из которого вы пришли? Возможно, нас ждут. Вся компания за секунду переместилась в дом бабушки. кто она, почему здесь, не знает даже сама девочка. Энма Ай переоделась в свое ритуальное кимоно, которое было черного цвета, с рисунками цветов, бабочек, роз и прочим. Ванюда, слушаюсь, госпожа, превращаюсь. Миг, и человек с шляпы на голове превратился в карету, в которую сели команда девять, Энма Ай и еще одна женщина со скелетом на пол лица. Ой, да вы красавица, у вас такой прекрасный скелет. Мила, меня зовут Хоне Онна. Карета переместилась в страну рисовых полей. Остановившись, все направились в... Че, блядь? То есть, мы слетали в другое измерение только для того, чтобы ты переоделась? Энма Ай протянула руку и выпустила черное пламя в пепельно-волосово, что отбросило того на несколько десятков метров. Понял, понял, блин. Из-за деревьев вышел человек, чье лицо было скрыто за капюшоном, у которого был довольно знакомый голос. Спасибо, Наруто-кун, что открыл мне глаза на правду. Значит, ты готов? Да. Но вот и еще одна жертва. Ясненько, значит, вся жизнь, начиная с момента, когда корень забрал его с приюта, была подстроена самим Арчимару. Вербовка его задания миссия матери, ее убийство, поиск смысла жизни. Однако, в вашем мире истории куда захватывающе, чем у нас. Наруто. Есть. Сказав это, Наруто принял форму желтой куклы Вуду с красной ленточкой. Развяжи, и тут кого-то ненавидишь отправиться прямиком в ад. Но как только ты умрешь, ты тоже отправишься в ад. Вся моя жизнь сущий ад. С того момента, как я покинул свой дом, для меня все стало адом. Мне терять нечего. Я заставлю всех признать мою силу. После этих слов очкарик развязал ленту. Исполняю, ответил кукла Наруто, и исчезла из рук Кабуто. Рачимару сидел в своей кровати, отхаркиваясь кровью. Новое тело, что тот получил пару лет назад, было слишком слабо, и начало терять срок годности. В комнату заходит к нему человек. Саски Кон, это ты? Неужели ты пришел сюда сам? Через несколько секунд за силуэтом Саски появились несколько детей в бинтах и кислородных масках, что начали взбираться на кровать и приближаться к Рачимару. Что за... Что это такое? Привет, долбоебина! Ты приглянулся к Орлю Ада! Ха-ха-ха! Ударил тот своей косой, порезав шею. Это что, Гендюцу? Что происходит? Сложил печать из змей и выкрикнул. Развейся! Ничего! Моя шея! Не царапины! Что за... Дети пытались приобнять Рачимару, но тот скидывал их с кровати, отчего те начинали плакать, а затем один из них повернулся в сторону змея и с лицом кабуто сказал ему «Нехорошо нехорошо обижать детей». В один момент его кровать исчезла, а сам Рачимару начал падать вниз, упав озимь в место, где происходили бои на выживание между его экспериментами. «Да что за чертовщина происходит?» Несколько человек с проклятыми печатями вышли в центр комнаты и начали расчленять все тело Рачимару на части. Тот кричал от боли несколько минут. «Наруто кон!» Наруто, появившийся перед его лицом, выпустил из рук адское пламя, что расплавило тело до скелета, но скелет все продолжал кричать от невыносимой боли. «О, жалкий дух, ты породнился с тьмой, жестокая жизнь других отравлена тобой, душа твоя полна грехов и смрада, пойдешь навеки ты, в глубины ада. В этот момент Рачимару переместился в лодку. Змеиный санин лежал на лодке. Руки и ноги были связаны железными цепями. Множество систем было вколото в его сосуды на конечностях. По его телу ползали и обнимали маленькие дети, что погибли при его экспериментах. А сама лодка, которую управляла адская девочка, плыла по направлению к вратам ада. Настоящий ад в самом человеке. «Значит, вот она какая!» Плата за месть. Потянув свою футболку, посмотрел Кабута на татуировку около шеи. «Я мертв, но не совсем. Управлять собой мне дозволено. Если в следующий раз мы встретимся врагами, то так тому и быть». «Так что же случилось с тобой?» спросил с интересом Кабута. «Когда на меня напали, я вошел в ярость и уничтожил маленькую деревушку. Дорога в ад мне была заказана, но после девятихвосты был извлечен, а я умер». «И тушку этого долбоеба вынес я, ибо так пожелал сам Джошин Сама, который оказывается на подсосе у короля ада. Блин». «Мне дали выбор отомстить. После, отработав на Энму Ай, отправиться в ад, либо же сразу отправиться в ад». «Ясненько. Держи, считай эту книгу моим подарком. Здесь все данные о Акацуке, которые у нас имелись. Способности, характеры, досье. Я попытаюсь прожить жизнь достойно перед тем, как принять наказание», сказал Кабута, уходя от нас вдаль, махнув рукой на прощание. «Эээ, лысый дядька, ты не мог бы подвезти нас, а то до Канохи пешком идти неблагородное дело». «Рэн», обратился к Брюнету, король ада. «Ай передает вам, чтобы вы следовали на Чунин экзамен. Подробнее вам расскажут завтра. Там будут двое хвостатых и твои старые друзья Наруто». Понял. Спасибо. Цунады и советники Каноха Гакуры встречаются с новым казаком Ге Гаары, прибывшим из Суна Гакуры для обсуждения возможности проведения нового Чунин Шикен. Во время встречи Конкура и Тамаре подозревают, что истинные мотивы Цунады состоят в том, чтобы вынудить Акацуки начать действовать. Гаара предполагает провести экзамен в песке, чтобы убить двух зайцев одним махом, вынудить действовать Акацуки и раскрыть планы очередного заговора. Тем не менее, обе стороны приходят к соглашению провести экзамен совместно. Первый этап под наблюдением Нара Шикамару в Канохе, а второй и третий в песке. Цунады отправляют Анбу в крупные скрытые деревни. Однако Райкаги, Мизукаги и Цучикаги отклоняют приглашение. Трава, дождь, водопад принимают их. Дождь отправляет Генинов для поиска информации о Джинчурике. Хоть никто и не знал до сего времени, что лидером был Пэйн, все думали, что страной также управляет Ханзе Саламандра. Хей, 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 ты же знаешь, я не силен во всяких тестах, шместах, я же вас на дно потяну. Не ссы, я помогу тебе телепатически. Ха, тогда ладно, жду не дождусь второго этапа, принесу кого-нибудь в жертву, а то уже какая-то голодовка пошла. Зуб даю, если там главный Шикамару, жди вопросы а-ля, ответьте все одинаково, но друг с другом не обсуждаете. Наруто поздоровался со своими бывшими товарищем, затем, без лишних слов, прошел в нужную аудиторию. Каждого из членов команд распределили в разные комнаты. Цель этого этапа была набрать не более ста баллов, когда, как у каждого участника, было три вопроса с расценкой 30, 40 и 50. Как же шумно, это еще хуже, чем тест два года назад. Что там, Рэн? Да-да, все окей, отвечай на вопрос за 50. Я тоже. А Хидан пусть ничего не отвечает, ему и так пойдет. В смысле, блин, мне и так пойдет? Иди сюда, я убью тебя и принесу в жертву, падла! Прокричал Хидан на всю аудиторию, из-за чего все уставили на него свои взгляды. Я и так не живой, придурок. Вторая часть первого этапа. Объясняю, каждый должен на обратной стороне листа написать имя своего товарища по команде, который в случае окружения команды врагами должен остаться и погибнуть, прикрывая спины товарища. Слышь, придурок, только попробуй написать меня, тогда мы точно не пройдем дальше. Я не настолько тупой, как ты думаешь. Сидя на жопе ровно и все будет чики-пуки, снова прокричал Хидан аудиторию. Этот парень еще шумнее, чем Наруто, подумал про себя Нейджи. Слушайте внимательно, во второй этап будут допущены только десять команд, которые прибудут в страну песка первыми. Не успела она закончить, как все устремились вперед. Да, мне-то в принципе плевать, но на Гаару и напасть могут. Так что... Джигоку, техника призыва, крикнул Наруто и призвал адского орла, который был средних размеров и лавового оттенка. Затем команда девять полетела в деревню песка. Добравшись до деревни песка в числе первых, команда девять переждала один день, ожидая начало второго этапа в пустыне демонов. Короче, я пойду прогуляюсь, жертвы поищу что ли, а то чувствую, что сила моя скоро пропадать начнет. Джишин сами это не нравится. Иди, но если отчитываться перед королем ада. Замятанно, сказал пепельный волосый и испарился в клубе дыма. Черт, это же клон, он же уже давно ушел. Ну, спасибо, что хотя бы предупредил. Давай немного понаблюдаем за остальными. Чувствую, что за мной тоже кого-то отправили. Рэн согласился и активировал третий глаз, начав наблюдать за боями всех команд. Смысл был вот в чем. Десять команд, что прошли второй этап, имели каждое по одному свитку неба или земли, а второй должны были отобрать у другой команды. Все это происходило в пустыне демонов, что являлось окружной территории с десятью входами для каждой из участников. Примерно час Ичимокурен наблюдал за боями генинов, затем решил, что пришло время избавиться от неуместных для Наруто ребят. Ну что, идем? Только будь внимателен, не мы одни наблюдаем за боями тех ребят. Молодец, идем. Наруто и Рен направились на поле боя, где сражались Инна, Чоджи и Син, которого приставили в команду десять вместо Чунина Шикамару, а против них была команда из песка в лице Коджи, Шишио и Амина. Шишио использовал странную технику, сделав союзников невидимыми для всех. Однако Наруто встал перед командой Листа, затем призвал адских гонщих, что быстро обнаружили команду песка и повалили тех на землю, сделав их снова видимыми, после чего испарились под землей. Что это было? Я пришел к вам на помощь, пришлось соврать Наруто. О, Наруто, как я рад тебя видеть, обрадовался Чоджи. Ха-ха, прости, но... Син незамедлительно оказался позади блондина и вонзил свое танто по рукоять в его спину. Без обид, это всего лишь мой приказ. Син, что ты делаешь? Он же с нашей деревни, прокричала Инна. Что происходит? Разве он не ваш товарищ? Наруто стоял невозмутимо и ответил «Да, он с Канохи». Однако, из-за спины Наруто вылезает скелет, который схватил своими руками Сина, подняв его над землей. «Уж извините, Инна, Чоджи, у этого парня лишь одна цель на экзамене убить меня. Значит, вас двоих послал Данзо?» Будто с неба падает Хидан, держа в руках свою голову и начинает кричать на Наруто. «Блядь, Наруто, мне пришлось сделать за тебя всю грязную работу. На твою огарочку напал какой-то придурок с балалайка в руках. Ну, хер ли, мне пришлось немного сделать ему эвентрацию кишечника. Только вот эта тварь успела своей цепью мне бошку снести. Пришлось убить. Даже в жертву не принес. Пипец! «Отлично, можешь забрать этого у меня за спиной». «В знак моей благодарности». «О, это по мне!» улыбнулся Хидан, порезав своей косой спину бойца из корня. Затем, облизав его кровь, начал рисовать ею знаки на земле. Еще два бойца корня Анбу в масках выпрыгнули из-за укрытия, видя опасную ситуацию. «Не дай ему проткнуть тебя!» «Черт!» не успел закончить фразу, как его ударил в живот Наруто, предварительно подпрыгнув в воздух. Однако Анбушник решил не сдаваться и подорвал свое тело, слегка подпалив блондина. «Слушайте, что здесь вообще происходит?» Рен достал из кармана штанин М1911, зарядил пулю в голову второму Анбушнику. «Пистолет? Серьезно? А что, у вас такими не пользуются?» «Ой, извиняюсь», посмотрел на Наруто с глупым выражением лица и убрал оружие в карман. «Кстати, а что делать с последним? Вроде пока что он слишком далеко от нас». «Все готово. Джашин сама примите его в жертву». Хидан проткнул свое тело в области сердца металлическим копьем, после чего сердце самого Сина остановилось и тот упал озим. «Прекрасно!» Все стояли в шоке, не зная что ей сказать. Девушка подошла к Наруто и сказала «Вас надо подлечить, а то у вас целая дыра в теле». «Как бы». «Скажи это тому идиоту без головы». «Все нормально, главное, что все живы». «Кстати говоря, у меня такое чувство, будто мы уже встречались с вами». «Да иди ты в жопу, вечно вы двое издеваетесь надо мной». «Кстати, я по дороге встретил какую-то команду даунов. Пучеглазый, стерва и какая-то баба с куклой. Короче, забрал я их в свиток, ибо в штаны видать наложили они при виде меня с головой в руках. Ха-ха-ха». «Как вас зовут?» «Я?» «Наруто меня зовут». «До встречи». Команда девять исчезла из поля зрения. Адское трио закончило второе испытание первыми и еще несколько дней им приходилось просто отдыхать. В один из тихих вечеров Наруто сидел на крыше одного из множества песчаных зданий. Это уже давно вошло в его привычку. «Молодец, друг мой, пришел самым первым», сказал появившийся в песке Гаара. «Не то чтобы я сомневался в тебе, так, немного удивлен. Тебя что-то печалит? Сам не свой какое-то все это время?» «Гаара, я мертв, моего Биджу извлекли, Акацуки», повернул голову блондин в сторону Рыжего. «Как это понимать? Как хочешь, так и понимай. Я здесь лишь для того, чтобы отомстить. После я исчезну». Гаара был в шоке от такого заявления, отчего ему пришлось даже присесть. Затем двое друзей стали вести долгую беседу. Из нее тот узнал о том, что Балалаичник рассказал перед своей кончиной о другом предателе деревне. Наруто же узнал, что на экзамене присутствуют чончурики Семихвостого, что очень напоминает по характеру его самого только годом ранее. От рассказов про ад, Казакаги был в полном ауте. Если бы это рассказывал не Наруто, то, скорее всего, в такое он бы точно не поверил. В связи с тем, что враг был повержен в краткие сроки, Гаара решил завершить третий этап экзамена на Чунино в своей деревне. Пусть о пару дней еще несколько команд добрались до места назначения. Наруто рассказал Гааре и передал послание Хокаги о том, что Корень Нянбу напал на него с целью убийства. В связи с этим команде 10 разрешили участвовать в следующем этапе, несмотря на отсутствие третьего члена команды. Наруто понял, что если его собирались убить, Корень выяснил, что тот больше не является джинчурики. Вопрос в том, откуда они это узнали. Первый поединок, крикнул экзаменатор песка, и Чимоку Рен из Канохи против Амина из песка. Блин, я сдаюсь, не хочу лишний раз париться. На парня сразу же послышались недовольные возгласы со стадиона, мол, сдался какой-то девчонке. Смейтесь, смейтесь, ха, через время вы обо мне даже не вспомните. Так и мне там делать нечего будет, блин, я же не могу никого убить. Следующий поединок. Наруто Узумаки из Канохи против Саски Утихи из Канохи. Даже не думай отказываться. Твоя задача. Знаю, знаю, сказал Наруто и прыгнул на нахлынули старые воспоминания, когда эти двое сражались на крыше больницы, чуть не убив друг друга, а после и в долине завершения, когда Наруто приволок к Саске обратно. Снова то самое чувство. Нэджи заметил, как внутри чакроканалов Наруто больше не было огромных запасов. Был лишь один огонь, что пылал внутри его тела. Ну, надеюсь, ты не дашь мне заскучать у Саратанкачи. Наруто лишь смотрел по сторонам, проверяя окружение на наличие чужаков, но когда Рен сказал, что сам об этом позаботится, сквозь свои мысли, перевел взгляд на Учиху. Саске был зол от того, что блондит даже не обращает на него должного внимания. «Вы готовы? Можете начинать?» проговорил экзаменатор из песка. Саске за пару секунд создал в левой руке Чидори и бросился на Наруто в атаку, подключив шаринган. А сверху на Учиху уже устремились несколько теневых копий. «Кажется, я тебе уже говорил», лубнулся тот и перерезал каждого молнией. «Эта техника показывает твою главную слабость». Наруто выпрыгнул из-под земли, взмахнув кулаком, но Саске шаринганом прочитал движение заранее и увернулся. Затем ударом ноги отправил его в полет. «Самое главное не использовать на нем гендюцу», подумал про себя челкастый. Наруто встал с земли и отряхнул свой плащ. Джигоку, адский огненный шар! «Не Хирасия? научите меня так же!» «Чего, блядь? Откуда ты кружку кофе достал?» «С кармана? А что, ты будешь?» «Чидоринагаши!» прокричал Саске и защитился от мощной атаки огнем, хоть на нем и остались несколько ссадин. Наруто подпрыгнул в воздух, создавая несколько теневых клонов в полете. Учиха словил момент и выпустил с десяток огненных шаров, часть из которых полетели в облака, а часть уничтожили половину копий. Джигоку, Розенган, Чидори! Две техники схлестнулись вместе, образовав огромную вспышку, что озарило весь стадион на несколько секунд. После того, как все пришло в норму, зрители увидели, как блондин стоял над лежащим брюнетом с кунаем в руках. Что дальше? «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Усмехнулся Саске и махнул рукой «Кирин!» Одно лишь мгновение и в шею Наруто за тысячную долю секунды вцепился синий дракон, что был создан из природной молнии. «Нихера себе! Блондинчик так и во второй раз может умереть!» «Хотя нет!» Я передумал. «Ты что, хотел убить меня?» посмотрел Наруто на Саске стеклянными глазами. Зрители уже совсем не понимали, что происходит. Обычный бой генинов перерос в нечто большее. Прости, но ты неудачник. Я не могу позволить тебе произойти меня. Ничего личного. Я думал. Неважно. Наруто отошел от Саски на несколько метров шаркающей походкой. Повернулся в его сторону. Затем сложил печать дракона и выпустил из тела адские цепи, что окутали учиху с ног до головы, начиная сжимать, что есть силы. Саски закричал от невыносимой боли, а из разных участков цепей стала течь кровь. Горячо! Слышь, а остановить его не хочешь? Угробит еще? Шепнул на ухо товарищу по команде Хидан. Танисы не убьет. Я уверен. Несколько джоунинов собирались попытаться остановить Наруто. Гаара тоже приготовился. Однако блондин сам отпустил Челкастого. Ты слабак, Саски. И всегда им останешься. Сказал он и шатающейся походкой начал уходить из арены. Мы не закончили! Учиха побежал на узумаки, повалив на землю, и, сев сверху, начал один за другим наносить удары кулаками по лицу. Наруто схватил его за футболку и ударил лбом по носу. Затем привстал и отправил ударом с ноги Учиху в полет. Чем? Саски стукал кулаком о землю. Чем я занимался все это время? Я все еще слаб. Я не хотел задевать твое ЧСВ, но бороться со мной тебе бесполезно. Что тогда? А сейчас тем более. Не успел Наруто договорить, как услышал звуки людей, что исходили с трибун. Они кричали все, как один. Да-би! 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 За что же я сражаюсь? Какой позор! Через несколько секунд песок Казыкаги распространился на всю трибуну, затем заставил заткнуться каждого человека. Я в вас разочарован, посмотрел он на людей со злобным взглядом. Только он хотел закончить сказанное, как Наруто уже не было на поле боя. Блондин поднимался по лестнице, как увидел мимо проходящую девушку из песка. Вам нужна помощь? Нет, мои раны почти зажили. Да уж, удивительно. Но, если что, можете обращаться. Конечно. Благодарю. Наруто почти добрался до двери, что вела на трибуну участников, как услышал знакомый голос из конца коридора. Ты... Ты молодец, Наруто-кун. Это всего лишь... Нет, я не об этом. Я видела позавчера, как ты тренировался. Я имела в виду то, что ты старался не навредить Цаски-куну, как своему товарищу. Хм. Не расстраивайся, если во время своего боя не увидишь меня среди зрителей. Я понаблюдаю из тени. Хорошо, улыбнулась она мне и скрылась из виду. За то время, пока Наруто поднимался, произошел бой Хидана против Сая, где первый после пяти минут матча сдался, что сильно насторожило Сакуру, ибо она отчасти понимала, какими силами обладает пепельно-волосой. Наруто и команда сидели на крыше арены, наблюдая за боем Сакуры против Ина. Ёбана, как же я устал. А маленькая госпожа не может взять нас в ваш мир и показать, как вы там работаете? Что там вообще прикольного есть? Ну, я могу сделать проще, погрузить вас в свои воспоминания. Ты, ты реально такой конченый? Зачем тогда нужны были эти байки, если ты все изначально мог показать? Вот блин. Ну, ты же не спрашивал? Наруто оставил адскую гончую на крыше стадиона, чтобы наблюдать за поединками через ее зрение. Арен погрузил всех в свои воспоминания. Короче, смотрите, а если есть вопросы, задавайте. Окей. А что это за херня? Это больница. О, а эта херня у того парня в руке? Это телефон. По нему можно звонить. Хотя, в основном по нему слушают музыку, играют и смотрят кино. Короче, делают все, кроме того, чтобы звонить. Смотрят кино. Ничего себе. Слышал, Нарутушка? А это что такое? Это? Да черт его знает, я сам не понимаю. Ого, даже так? А это? Заголебал, заткнись уже, а то прослем момент. Вон, видите, с больницы выбегает девушка. Короче, это медсестра Канака. А что такое медсестра? Блин. Короче, это типа Ирионин, только без чакры. В общем, вон тот, что матерится и бежит за ней, Хигучи. У него жена в больнице умерла. Понятное дело, смерть не новость, но тот чел обвиняет во всем всю больницу, а больше всех достается Канака, ибо она не может за себя постоять. Куда она бежит? Спросил Наруто. Ну, видимо, домой. А эти двое, мужик и девчонка. Ой, давай о них в другой раз, хорошо? Короче, они расследуют пропажи, проще говоря. Перемещаемся. Видите, этот мужик пришел к Хигучи на допрос. Он думает, что тот хочет отправить медсестру в ад. Откуда он знает? Короче, иногда его дочка ловит трипы о том, кто следующая жертва. Хм, я бы тоже в первую очередь подумал на него. Да, и не ты один, но вот в чем прикол, показал пальцем Рен в другую сторону, меняя пространство, где Энма Ай везет на лодке Канака в ад. На вопрос, за что, та показывает ей фотографию мужчины. Это он. Это его желание. Но я ведь даже не знаю его, плакала девушка. И кто же этот чел? Щелчок. И мы находимся около трупа того самого заказчика, рядом с которым стояли тот парень с дочерью. Черт возьми, он умер от передоза, сказал Хадзима, находясь в полном шоке. Ну, блядь, так кто он и за что так поступил? В этом и смысл. Хрен его знает, кто он. Знаете, почему госпожа не может противиться заказам? Щелчок, и нас переместили на 400 лет назад. Знакомьтесь, клан Даунов. Они приносят раз в год в жертву восьмилетнюю девочку, чтобы у них якобы был хороший урожай. Угадайте, кто должна была стать следующей? Энма Ай, посмотрел Наруто Нарена. Точно. Но кое-что пошло не так. Ее двоюродный брат, Сентару, спас, а затем помогал ей жить в пещере на протяжении пяти лет. Когда Кван узнал об этом, что девчонка все еще жива, они обвинили ее в плохом урожае. Бля, это даже звучит стрёмно. Чую, они просто были плохими садоводами, посмеялся Хидан. Ну, вот, короче, второй раз ее пытались принести в жертву, но теперь и родители Ай грохнули и бросили в могилу вместе с ней. Последнее, что та увидела, это то, как Сентару заставляли ее закапывать. Она решила отомстить. Не знаю, как так получилось, но Ай выпустила огонь и уничтожила почти всю деревню. За это ей и ее родителям была открыта дорога в ад. Король предложил сделку. Ай играет роль адской девочки, принося души людей в ад в течение четырехста лет в обмен на то, что ее родители попадут после этого в рай. Такая вот хрень. Ну, на месте той деревни Сентара открыл детский приют, который работает до сих пор. Теперь вы понимаете, почему мы не можем отказаться от заказов. А девчонка Сенсор и ее отец, которые расследовали пропажи, это вроде бы потомки Сентара. Теперь все пазлы собраны. Все ясно. Давайте вернемся, похоже, что экзамен закончился. Как оказалось, Казакаги решил для себя провести лишь один тур поединков без возможности прохождения дальше. Казакаги дал право каждой деревне оценить результаты второго этапа и поединка и самостоятельно решить, кто получит звание Чунина. Данзо был заключен под стражу с установлением печати на глазах и руке, что выяснится немногим позже. Все шиноби покинули Сонагакура, отправившись в свои деревни. По пути домой на Фу джинчурьки Семихвостова напали Хидан и Какузу, после чего та была схвачена. Команда 7 и 9 шли одной группой, а 8 и 10 другой. Через пару дней пути Наруто остановился, призадумавшись. Что-то случилось? Да, Рен, проверь все вокруг в ближайшем радиусе. Хм, кажется, это уже не нужно, показал он пальцем на вышедшего из-за деревьев человека в черном плаще с красными облаками. Наруто, у меня есть к тебе пара вопросов. Если ты не против, можем обойтись без драки. Учиха, Итачи, Чидоринагаши, прорубил Саске тело брата пополам. Неплохая техника, однако ты мне сейчас неинтересен. Ты все еще слишком слаб, Саске, Цукуеми. Через секунду Челкастый ушел в аут, а на месте Итачи, разрубленного пополам, появились вороны. Саске, он под гендюцу. Бесполезно вливать в него чакру. Он не проснется до конца дня. Цукуеми кинул Итачи взгляд на Наруто. Хорошо, спрашивай, что хотел. Почему моя гендюцу сработала на мне самом? Я к ним неуязвим. Допустим. Так как же ты смог выжить после излечения Хвостатого? А я и не смог. Я мертв. Лишь душа моя еще не упокоилась. В аду мне дали шанс отомстить вашей организации. После чего я вернусь туда вновь. Даже если я бы не хотел мести, лучше уж побыть в этом мире какое-то время, чем сразу же отправляться в ад. Не так ли? Звучит не очень правдоподобно. Но твои фокусы заставили меня задуматься. Хорошо. Сейчас на поле боя лишь особый клон. Можете от него избавиться. Значит ты двойной агент? Ясненько. Тогда удачи. Но учти, если расскажешь обо мне правду, я тебя уничтожу. Сказав это, блондин развеял технику Итачи. Спустя две секунды реального времени, Наруто и Итачи ринулись в бой друг против друга. Если ты подавил его Гендюцу, то это наш главный козырь для победы над ним. Рен, превратившись в меч, оказался сзади отступника, проткнув ему спину. Но учиха использовал подмену воронами. В это время Хидан, стоя позади Сая, достал пробирку с кровью. Его кровью. Ту, что он добыл в битве с ним на экзамене. Облизнув каплю, сектант начал чертить на земле символы, а затем, проткнув себя в сердце, убил членок корня, завершив свой ритуал. Прекрасно, я полон сил Джошин сама. Любопытно, значит, догадался, что они из корня. Ну, как сказать догадался? Они в наглую хотели убить меня на втором этапе. Ладненько, постараемся закончить здесь быстро, сказав это. Какаши открыл свой левый глаз, активировав Мангёка. Камуи! Левую руку Итачи стала засасывать в другое измерение. Наруто поймал этот момент и, появившись сзади, ударил. Джигоку! Розенган! Техника оставила огромные ожоги на теле, но при этом оставляя все окружение без единого разрушения. Даже ударной волны не случилось. Ясненько, подмена хреново. Возвращаемся в деревню. Через день Саски очнулся в госпитале Канохи. Саски Кун, ну наконец-то! Мы все переживали за тебя! Что случилось с Итачи? Я не знаю, честно, Какаши, Сенсей и Наруто одолели его, но он он был клоном. Я? Да какого черта? Что я делал все эти два года? Снова я проиграл Итачи и даже Наруто. Такими темпами я никогда не приду к своей цели. Мне нужна сила. Сакура упала в обморок из-за того, что ее поместил в Гиндюцу, внезапно появившийся человек в маске. Привет, Саски Кун! Ты опечален? Силы не хватает. Я могу дать тебе силу, чтобы ты мог одолеть Итачи. Сверкнул он своим правым глазом. Шаринган? Да кто ты такой? У меня много имен. Тоби, Учиха Мадара, Учиха Обита. Только об этом мало кто знает. Если тебя интересует вопрос, почему я хочу помочь, хоть и состою в одной организации Ситачи, он нам мешает. А я единственный, кто достоин биться с ним насмерть. Это ты, Саски Учиха. С чего мне тебе верить? Почему ты так боишься Ситачи? Тоби прошел насквозь кровати щелкастого. Саски, Саски. Я много что сделал. Создал Акацуки, дал Ринеган нашему лидеру, обуздал Макутон, устроил нападение Кьюби на Каноху 16 лет назад, оставив твоего дружка без родителей. Мне продолжать? Я даю тебе время подумать. Спустя два дня будь у долины завершения. Как говорится, Бог любит троицу. Одну попытку ты уже просрал. Удачи, сказав это, Тоби исчез в спирали. Саски Саски сильно сжал кулаки и ушел в раздумие. Однако даже человек в маске не заметил, что весь разговор подслушала стоявшая за дверью Хинато Хьюга, которая собиралась навестить Наруто, но узнала, что тот даже не собирался здесь оставаться. Она решила об этом сообщить самому блондину и побежала его искать. Что случилось? Ты меня искала? Я хотел сказать, к Саске Куну приходил какой-то странный человек. Назвался Тоби Учихой Мадарой или Обита. Он предложил Саске помощь и сказал, что будет ждать удаленное завершение следующие два дня. Сказал, что даст ему силу, чтобы отомстить. Молодец, девчонка. Вот и твой билет, чтобы свалить отсюда. Самое время. Перед Наруто появились Хуно Онна, Ванюда и сама Энма Чем ты так кричишь Хуно? Наруто Кун, так что ты решил? Хинато, спасибо, что сообщила мне об этом. Скажу честно, мне пришло время покинуть деревню, а по бегам Саске я теперь собираюсь прикрыть свой отход. Решил сказать тебе правду, чтобы ты потом не переживала о моей пропаже. Навсегда? Да, прости, сказав это, Наруто пошагла в сторону резиденции Хукаги. Да, очередная история Ромео и Джульетты, как печально. Слушай, Ромео, крикнула Хьюго вслед блондину, на что тот удивившись обернулся. Я рада, что ты нашел себе новых друзей. Честно, я рада. Тьфу, ну и хули выпендривались? Мол, никто вас, кроме Наруто, не сможет увидеть, если вы пожелаете этого, усмехнулся вышедший за угла Хидан. Госпожа, он прав, разве смертные могут видеть нас, когда мы не притворяемся. Она может, идите. Наруто и компания повиновались приказу, а Энма-Ай подлетела к начинающей плакать Хинате. Никакого смысла плакать нет, Наруто мертв и уже давно. Его душа здесь лишь для мести, но не для жизни. Забудь о нем, ибо дорога в ад ему заказано. И так всегда. Все неприятности, все тяжелое горе достается ему. Это не справедливо. Это и есть жизнь. Так что же на самом деле ад? И адом ли сам ад является? А может быть жизнь это и есть настоящий ад? Сказала Энма-Ай перед тем, как раствориться в воздухе. Наруто собрал команду по спасению Челкастого, куда вошли Хидан, и Рокли. Затем, сказав им ждать у ворот, быстро доложил Цунаде ситуацию. Понятно. Если ты сбежишь, пожалуйста, сделай так, чтобы все вернулись живыми. Они ведь мои друзья, я обещаю. С этими словами клон Наруто исчез из резиденции. Наруто, сказал Рен, находясь на спине у блондина в виде Гатаны, ты знаешь, что я не имею права вмешиваться в глобальные события, поэтому их жизни лишь в твоих руках. Через время о моем существовании забудут все, кроме тебя и сапожника. Ну, возможно, еще та безглазая будет меня помнить. Шина, надеюсь, ты теперь доволен и больше не будешь ныть, что тебя не взяли в команду спасения в тот раз. Так и есть. Всем я задницу надеру в этот раз, уж поверьте. Друзья, на этой миссии я ваш капитан. Если у Саски шило в заднице, то так тому и быть. Я даже представить не могу, что будет, если Акацуки придут на его защиту, но каждого из них я знаю, поэтому прошу вас слушать моих указаний. В этот раз все куда серьезнее, поэтому наша цель не погибнуть. Я говорю прямо, ибо доверяю каждому из вас. Не гонитесь за Саски. Все кивнули и выдвинулись в путь. Команда следовала за Саски на расстоянии километра, не приближаясь ближе, ибо знали, что около него явно была охрана не ниже класса С. Плохи дела, они хотят нас окружить, сказала Шина, как только мы добрались до обрыва, через который ведущий на ту сторону мост был разрушен. В рассыпную, крикнул Наруто. Мы остановились на деревьях, спереди нас стояли Дайдара, Сасори, а позади Конан и Какузу. Умажный Конан ринулись в атаку, я создал своих и принял бой, однако Какузу выстрелил огнем по всем нам, благо огонь мне не навредит. Хочешь меня поджарить? фыркнул Конан. Немедли, после излечения Кьюби. У парня в маске 5 сердец. Чтобы его одолеть, нужно убить 5 раз. Девчонка использует в бою Оригами. Рыжий кукловод, специалист по ядам, блондин, подрывник высшего класса. Берегись, Какузу, сейчас я прихлопну тебя и принесу в жертву все 5 раз. Шина пытался атаковать марионетки Сасори, вселяя в них своих жуков и поражая изнутри. Рукли открыл пятые врата и погнался за птицей Дейдары, параллельно уворачиваясь от множества взрывов. Джигоку адские цепи схватил я Конан, но та просто разделилась на множество листков бумаг и освободилась. Параллельно Какузу поделился на 5 сердец и сражался с Еданом и Кибой. Надо покончить с тобой быстро. Несколько ударов Тайдюцу, затем из-под земли вылезли несколько скелетов, что обхватили девушку. Разделение против них тебе не поможет. Джигоку Розенган сгори до тла. В этот удар я влил максимальную мощь. Крик пронзил все поле боя, а на месте девушки остался лишь иссушеный скелет. Рен из-под тишка вонзился в ноги Какузу, обездвижив его на секунду. Хидан успел задеть его косой, сделав обряд, затем пронзил себя в грудь, тем самым уничтожив одно из сердец. Слышь, блохастый, атакуй, пока он корчится от боли, быстрее! Гацуга! Ударили совместно Киба и Акамару, оставив вторую дыру в теле Какузу. Ублюдки, да я вас всех уничтожу! Сильветра, вакуумный взрыв! Хреновы дела, сказал Наруто, пытаясь отпрыгнуть подальше. Масочник взорвал обрыв, из-за чего Хидан, Киба и Акамару, а также сам Какузу, упали с уступа на самое дно. Последнее, что слышал Наруто, КАКУЗУ, ты дебил! Повезет, если твой друг выживет. Для начала избавимся от этих двоих. Хидан бессмертен. Надеюсь, он не разбился головой. Чем-нибудь да поможет. Слышь, братан, сасори, дела у нас кажутся не очень. Хм! Киба, упав в реку, попытался выплыть на берег. Черт, моя правая рука практически не двигается. Акамару! Собачка жива, однако ей от взрыва больше всех досталось. Да и тебя, смотрю, потрепало, сказал Хидан, который лежал неподалеку, со сломанной шеей и вывихнутой ногой. Так как ты еще говорить можешь? А, мне похуй, я бессмертный. Правда, тебе я помочь ничем не смогу, ибо, ну как сказать, я не могу двигаться. Слушай, короче, как усу явно в лепешку раздавило, ибо я слышал сильный удар озим, а значит его осталось убить лишь два раза. Но нам с тобой явно жопа, ты ранен, собака вообще еле дышит, а я, ну ты сам видишь. Я уже бывал в подобной ситуации, один в один, только Акамару был щенком, а сейчас скрыться с ним так легко не выйдет. Чертов урод. Акамару почти принял весь взрыв на себя, мне заделал лишь руку. Да, этого мудилу так просто не убить. Слушай, беги отсюда, бульдог. Мне терять нечего, я все равно в ад попаду. Ха-ха-ха-ха. Что ты сейчас сказал? Мне терять нечего? Нет, я не про это. А, про ад, что ли? Просто я слышал, что одна из скрытых деревень, трава кажется, практически полностью вымерла, говорил Киба, пока перебинтовывал свою руку. Говорят, что это как-то связано с тем, что все начали попадать в ад. А, так ты про эту херню? Адская девочка всем там рулит, просто люди той деревни в край офигели и начали посылать в ад всех налево и направо, не боясь последствий. Последствий? Спросил Киба. Ага, а ты что думал, отправляешь какого-то дауна в ад, а сам после этого ничего не имеешь? Ты после смерти также там окажешься. По-моему, цена вполне оправдана. Погоди, 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 вот он шанс, наш шанс, только если тебе хватает ненависти. О чем ты? Ты хочешь, чтобы я отправил его в ад? Ну да, а что нет? Ты же сам этого хочешь, либо мы все тут сдохнем. Я-то не могу, я и так мертвый, блин, я бы сам не прочь, если честно. Я... он почти убил моего лучшего друга, Акамару. Ранил меня, заставил бросить наших друзей. Что мне нужно делать? Я уже здесь, сказала девочка, и переместил Экибу в тихую поляну, где виднелся закат. Значит, ты хочешь отомстить? Я хочу лишь спасти своих друзей. Если это и значит отомстить, то так тому и быть. Хидан. Да, госпожа, ха-ха-ха-ха, ответил пепельным волосой и превратился в серую соломенную куклу с красной лентой на шее. Развяжи ленту, и он отправится в ад. Однако, после смерти, ты так же туда попадешь. Но, разве у него не две жизни осталось? Жизни пять, душа одна, в ад дважды не попадают. Решай, после этих слов. Киба вернулся на то самое место, а Хидана уже не было. Лишь кукла, что держал собачник в руке. А вот и вы, уроды! Из-за вас я уже трижды погиб. Я заберу твое сердце взамен на то, что потерял минутами ранее. Черт возьми, прям дежавю какое-то. Сил совсем нет. Да и Акамару нужно защитить. Это означает, что есть только один выход. Сказал он, взяв в зубы куклу и развязав ленточку рукой. Исполняю какузу, пиздец тебе. Что за черт? Сказал масочник, когда как сам был прикован цепями к стене. Он наблюдал за тем, как Хидан рубил косой все деньги, что тот собрал за последнее время. Ты что творишь, Хидан? Не скрывай свои эмоции, говнюк. Я знаю, как сейчас твоя душа разрывается. Что за черт? Перед какузу появилась левитирующая девочка. Ты тень, чьим домом стала тьма? Чужая боль не трогала тебя. Душа твоя во мрак стремится. Желаешь убедиться? Какузу уже сидел на лодке, кой управляла девочкой из ада. Хм, значит, этот собачник отправил меня в ад. Я жил девяносто с лишним лет. Хоть и сражаться со мной ему было бессмысленно, но я никогда не встречал таких бесстрашных глупцов. Он присоединится к тебе после смерти. Хм, тогда я буду ждать его, усмехнулся какузу, после чего лодка уплыла во врата ада. Эти двое исчезли, что случилось? прокричал Шина. Киба и остальные упали с обрыва. Слишком глубоко, надо спуститься вниз и найти их. Забейте на миссию, надо найти наших друзей. Ищите обходной путь, крикнул Рен из-за спины Наруто. Я пытаюсь найти их третьим глазом, но отщетно. Их либо снесло течением, либо все очень хорошо прячутся. Ребята выдвинулись на поиски. Все пошли в обход, кроме Шина, который спустился с помощью жуков. Через пять минут ребята обнаружили Кибу и Акамару без сознания. Ахидан сидел рядом и зашивал свою дыру в груди. Его отметка на шее. Только не говори, что... Сектант конченый! Это ты заставила его это сделать? Чё? Нет, он сам догадался. Потом пришла девчонка и предложила ему сделку. Как он сейчас тусуется с адскими миньонами? Ха-ха-ха-ха-ха! Чёрт! Мы опоздали. Что не так? Что именно обеспокоило тебя? После смерти тебе заказана дорога в ад. Этого уже не изменить. После этих событий прошло несколько месяцев. Акацуки захватили нескольких хвостатых зверей. Также было пара-тройка попыток покушения на Казыкаге Песка. Но Шиноби Сунны успели подготовиться, укрепили оборону. Да и плюс ко всему на защиту встал сам Наруто Узумаки вместе со своими двумя товарищами. Дейдара и Сосори трижды пытались прорваться в деревню, но каждый раз адская троица будто знала откуда они нападут. Тем временем слухи о том, что люди бесследно пропадают, распространились по всем пяти великим деревням. Никто не мог объяснить эти пропажи, ибо не было ни улик, ни мотивов, ни каких-либо зацепок. Даже Акацуки было подозревать бессмысленно. Так, что же все-таки нужно, мелкой госпоже? Найти ту, кто будет выполнять ее работу в этом измерении. Всего-то Ичимок Урен время от времени доставал мобильный телефон из своего кармана, показывая ребятам всякие интересные штуки, которые умеет это особое приспособление. Хидан все время мечтал хотя бы раз оказаться в том мире, чтобы увидеть все, как он выражается, ништяки своими глазами. Очередной визуализированный рассказ от Рена. В этот раз о ребенке, что отправил в ад свою еще не родившуюся сестренку, из-за чего у мачехи случился выкидыш. Да уж, эта история помогла мне сделать столько выводов. Один, два, ноль! Наруто! крикнул ему Конкура. Хакаги сама послала на помощь отряд из десяти Анбу. Готовьтесь, кукольник собирается напасть целой армадой. Шиноби Песка приготовится к вторжению. Блять! Несколько часов на жопе ровно посидеть не дают. Никогда не любил этих двух недохудожников. Около тысячи марионеток начали нападение у границ деревни, а Шиноби Песка бросились в атаку. Наруто и компания старались прорваться вперед к дергающему за ниточки. Сверху на ребят Дейдар бросил дюжину глиняных бомб в виде паучков. Наруто только собирался использовать технику, как всех троих накрыл деревянный купол, который создал один из Анбу. Шиноби Песка прокричали «Подкрепление из Канохи!» «Нихера себе! А у вас что, есть те, кто использует стиль дерева?» спросил удивленный Хидан. «Чигоку, адские цепи!» сложил печать Наруто, когда Идару обхватили раскаленные цепи и повалили вниз вместе с птицей Си-2. «Не так быстро!» сложил печать и Акацушник, а из-под земли Хидана схватил глиняный клон, который собирался взорваться. «Мягкий кулак!» ударил по клону один из Анбу, отбросив его на несколько метров, из-за чего взрыв не повредил Хидана. «Э, это же ты! Как там тебя звали?» «Хината?» «Каким надо быть идиотом, чтобы называть Анбу по имени во время миссии!» ответила ему Анбу. «Храйтон, окутывающий цепи!» Еще один Анбушник схватил цепями тела Дейдара, деактивировав его Бакутон. «Братан, сосори, я попался!» «Хм!» Десяток кукол попытались напасть на Каноховцев, но Хидан успел размахнуться косой и перерубить всех. «Хм!» «Прошу прощения, господа, но меня Энма-Ай вызывает на работу. Позже увидимся», улетел с поля боя. Наруто все это время копил большое количество чакр в руках. Затем произнес «Джугоку!» Адское испепеление. Как из его рта вылетел гигантский шар из лавы, расплавивший почти две сотни марионеток разом, отчего шиноби песка поднялись духом и начали кричать возгласы. «Да уж, нужно отступать. Такими темпами он и до меня доберется», подумал Сосори и скрылся из виду. «Ты это, не обессуй, короче, но я тебя сейчас принесу в жертву нахер». «Погодите, он может быть нам полезен, мы можем добыть информацию», крикнул один из Анбу. «Убивай! Все здесь», протянул Наруто книгу Хинати, которую ему когда-то дал сам Кабута. «Каждый член Акацуки, кроме этого недосектанта, записан в данной книге». «Благодарю, я... я рада, что мы снова увиделись». «Ага, взаимно», ответил Наруто. «Наруто Узумаки, вам послание от Хакаги самой», протянул мне свиток парень, что использовал стихию дерева. «Она просит вас о помощи в миссии». «Видите ли, неподалеку отсюда, на границе стран дождя и рек, есть небольшая деревня, Нешиноби, в которой без причин пропадают люди. Все начали переглядываться друг с другом. За одной из Анбу, коей была Хината, левитировала Энма Ай, которую видели лишь наши троица, да сама девушка. Она кинула нам в знак того, что нам стоит туда отправиться». Спустя день адское трио уже ожидало коноховцев. Неподалеку от той самой деревни, Рен читал книгу Шекспира, что достал из своих штанин. Хидан говорился в зубах, используя свою косу как зубочистку. Наруто, как и обычно, смотрел в небо и сидел в раздумиях. «Коня, коня, полцарства за коня», читал свою книгу Рен. «Коня? Взял бы лучше танк». «Завали хлебало». «А что такое танк?» спросил Наруто. «Ну это короче такая махина». «Какой-то железный сарай, с окна которого торчит огромный хер, что стреляет бомбами». «Я это у каких-то пацанов в телефоне видел, когда мне Рен киношку очередную показывал». «О чем задумался, Наруто?» «Да так, в тот день, когда из меня извлекали Кьюби, Ай пришла ко мне, а из-за сломанной печати появилась душа матери, что просила с моего разрешения отправить человека в маске в ад. Конечно, это могло бы неплохо так облегчить нашу задачу, но я не смог бы вынести того, что моя мама попадет в ад лишь из-за частички души, что оплакивала меня». «Я всегда думал, что в вашем мире как-то странно работают алгоритмы, связанные с душой», сказала столетняя Катана, почесал пальцем ухо Хидан. «По крайней мере, вы двое в любом случае в аду будете свои булки печь, в отличие от меня», усмехнулся Рен. Издалека я услышал знакомые голоса, что звали меня, либо спрашивали как мои дела. Это были Какаши, Неджи, Киба и Шакамару. Может по мне никогда и не видно, но в душе я был рад всех видеть снова. Здравствуйте. Наша миссия лишь наблюдение и сбор информации, отдал приказ Какаши, за спиной которого стояла адская девочка. «Не все, частично, главное не вмешивайтесь». Я кивнул в ее сторону, хотя всем показалось, что кивок был для капитана. Мы вошли в деревню, часть домов были подожжены, всюду было пусто. Если кого-то и можно было встретить на улицах, то лишь тех, кто сходил с ума, либо убегал от чего-то. Пара-тройка человек ходили с соломенными куклами в руках. Один кричал как бешеный, из-за чего Хидан сразу же предложил пустить его на фарш, мол, нефиг рэбдовирусом людей заражать. Киба сразу же нахмурился, что заметил мистер IQ200 Шакамару. «Наруто, у меня вызов». «Мне нужно идти», сказал Рен. «Да, иди, простите, Какаши сенсей. Нам нужно уходить отсюда немедленно. Жители сошли с ума». «Но ведь мы даже ничего не выяснили. Не хочешь ли ты мне что-то рассказать?» «Он прав, сенсей», ответил ему Киба. «Будет лучше, если мы уйдем». «Вот же геморрой». «Этому месту определенно пришел конец», добавил Шакамару. «Киба, можешь рассказать им все, что знаешь сам, другого выхода нет. Пытаясь спасти выживших, есть риск, что они сделают то же самое и с вами, отправив вас в ад». «Мы вышли за пределы деревни, а Киба расстегнул свою рубашку, выставив на показ печать, что была на шее». «Слушайте внимательно, да и лучше присядьте, рассказ будет очень долгим». Спустя минут тридцать ребята сложили все пазлы воедино. Также они узнали, что Наруто давно мертв. Сказать, что каждый находился в шоке, значит промолчать. «Это значит, что если пожертвовать несколькими людьми, то можно отправить каждого из Акацуки в ад? Нет, нужна ненависть. Мне помогла лишь боясь за смерть Акамару, не более. Нужно по-настоящему ненавидеть человека, чтобы отправить его в ад. «И каковы твои планы, Наруто? Ничего особенного? Разобраться с Акацуки. Далее меня ждет несколько сотен лет в качестве помощника адской девочки, чтобы я мог расплатиться. А затем ад». «Мать моя, Шанигами!» «Да уж, простите меня, Минато Сенсей, что бы я ни делал, с каждым днем все больше теряю дорогих мне людей». «Сенсей, вы можете доложить об этом Хакаге, но старайтесь не разглашать более никому данную информацию, ибо люди глупы по своей натуре, зная о таких возможностях, они сократят население в разы. Адская девочка выполняет все просьбы не потому, что ей нравится это делать, а потому, что таковы распоряжения сверху». «Ты хотел сказать снизу, да?» усмехнулся Хидан. «Да». Прошло еще пару месяцев. Слухи о внезапных исчезновениях людей постепенно начали исчезать, в связи с тем, что деревни, в которых произошли те эпидемии, попросту перестали существовать. Мало кто знал о существовании адской девочки, а если и знал, не особо хотел делиться об этом впечатлениями. Из-за страха возможно. За все время Наруто успел выследить Сасори и убить его, а если точнее, лишить куклы сердца. Параллельно этим событиям, Саски усиленно тренировался для последующей битвы с Итачи, а чуть позже Тоби пересадил ему глаза одного из изучив, что хранил в своей лаборатории, Сакура перестала принимать миссии. Более того, она совсем сошла с ума после одновременной потери Саски и Наруто. Теперь все, что видела разволосы с утра и до вечера, были четыре стены, являющейся ее комнатой, да и на сенатой, навещавшей ее время от времени. Скорее всего, ее психика пошатнулась окончательно после того, как та узнала о смерти Наруто полтора года назад, а тот, кого она видела последние разы, лишь призрак, искавший мести. Вызывала. Да, я устала. Главная ветвь отказалась от меня лишь из-за того, что я недостойна быть наследницей. Точнее, я сама против этого. Меня пытались выдать за главу какого-то влиятельного клана замуж, а за мой отказ даже отец отвернулся от меня. Я думала, что переживу смерть самого дорогого для меня человека, если вступлю в Анбу и потеряю все свои эмоции, но и это не помогло. Твои красные глаза, красный бекуган, древние легенды гласят, что они пробуждаются лишь тогда, когда то, во что ты верила всем сердцем, покидает тебя. дай мне куклу. Нет, тебе не хватает ненависти. Ты пытаешься попасть в ад по своей прихоти. Прости, правила созданы для того, чтобы их не нарушали. С этими словами адская девочка исчезла из дома хинатой. Записка от Хакаги Наруто, благодаря данным, что ты нам предоставил, время от времени нам удается шпионить за Акацуки. Если наша теория верна, хвостатых собирают по очереди, так как они захватили четырех и пяти хвостого в камне, следующая их цель шести хвостый скрытого тумана, а затем восьми хвостый облако. Либо же они отправляются за обоими сразу? Как думаешь? Надеюсь, ты достигнешь цели, к которым стремишься. Твоя бабулька Цунады. А что ты с челкастым Дауном намерен делать? спросил Хидан. Эй! крикнул Рен. Я не про тебя, придурок! Он меня больше не интересует. Пусть ищет силу во мраке. Мстит. Мне плевать. Даже если он захочет напасть на Каноху. Против всей деревни у него нет шансов. Детство на него так повлияло, говорил он мне. Я бы посмотрел, как он бы почувствовал себя в моей шкуре. Так что, а мы выдвигаемся или я могу еще почитать? спросил Рен, отпив с кружки кофе. Через полчаса. Туман. Название этой деревни разумеется полностью себя оправдывает. Пэйн уже сражался около десяти минут с джинчурики по имени Утаката. Ребята подоспели в самый разгар битвы, когда на парня летели ракеты, которыми выстрелило одно из тел. Джигоку, отражение короля ада. Миг и все ракеты устремились обратно в атакующего. Еще четверо бросились в атаку. Утаката вошел в ярость, покрывая себя чакрой Сайкена. Хидан начал атаковать косой человека, что поглощал чакру противника. Рен пытался поймать захват Нингенда, ибо знал, что вытащить душу из Цукуму Гами все равно, что просить сфотографироваться с Шинигами. Тенда не собирался уступать, отбросив каждого противника, используя Шинру Тенсей. Гакиде резко оказался позади Наруто, начав выкачивать из него чакру, а Нингенда встал рядом, чтобы вытащить душу, ибо бывший Джентюрике без Хвостатого был бесполезен для Пэйна. Придурки, нельзя вытащить душу из мертвеца, Джигоку от Скидоспехи. Пара секунд, и тело поглощающего чакру Пэйна зажарилось в лаве, а кожа Наруто полностью покрылась ожогами. Чикушода призвал Хамелеона, который скрылся из виду, затем призвал пса, которого начал рубить своей косой Хидан, но с каждым разом лишь увеличивал количество зверей. Это что за еб твою мать? Что с ними делать-то? Убей призывника! Черт! Ты какого? Тело Рена окутал Хамелеон своими языком, а через мгновение снова стал видимым. Джигоку до появился рядом и проткнул штырями брюнета, отчего тот не мог пошевелиться. Прости, Наруто! Даже я не смог выбраться из этой ловушки. Наруто бросил ослепляющую шашку в противников, а Хидан, поняв план, оказался позади Чукушода и отрезал ему голову своей косой. Минус два, уроды! Ха-ха-ха-ха! Нингенда уже телепортировался за его спину и правой рукой вытащил его душу, а тело пепельноволосого упало на землю. Ну и долбоеб! Я все равно ухожу на свою основную работу, придурок! Я иду, малявка! посмеялся тот напоследок и исчез. Паншо Тэнин! крикнул главный Пэйн, притянув к себе Наруто, но в его сторону прилетает бомба хвостатого у такаты, которая задела обоих. Прости за такое невежество, но как я понял, тебя таким все равно не убить, девятихвостый! Джигокута призвал адскую статую и только собирался воскресить падшие тела, как в его голову прилетела коса Хидана, что бросил сам Наруто, но тот увернулся. Однако блондин потянул за леску, а коса вернулась бумерангом, оторвав руку Пэйну и не дав ему завершить ритуал. Ванюда наблюдал за происходящим из леса, опечаленный тем, что не может даже вмешаться. У нас заказ. Эмммм, да, госпожа, идемте. Наруто остался без руки и правой ноги из-за того, что в него выстрелил Утаката, а тот устремился вперед и мощным ударом из чакры шестихвостого добил Тенда окончательно. Но Джигокута успел подбежать, параллельно призвав адскую статую и схватил Утакату. Джинчерики ты или нет, это уже не имеет значения. Выбора нет, с этими словами. Статуя вытаскивает жизненные силы брюнета в виде длинного языка, а Джигокута разрубает их, отделяя от тела, после чего сердце парня останавливается. Теперь ты, Наруто Узумаки, в этот раз ты умрешь окончательно. Пейн начал проводить те же манипуляции на блондине. Наруто пытался сопротивляться, но без руки и ноги выходило тщетно, перед тем, как Джигокута размахнулся на удар, с неба прилетает огромная жаба, разрушая адскую статую. Техника призыва разрушитель магазинов, а вот и бонус Чодома Розенганд. Тело последнего Пейна было повержено Джирайей, а именно ударом его любимой техники. Кажется, я вовремя, малыш. Ну да, Джирайя сенсей, самое время. Наконец-то улыбнулся Наруто. Все Пейны были повержены. Затем прилетела адская девочка, встав перед Наруто. Твое время вышло, но ведь я не одолел человека в маске. Мы так не договаривались. Энма-Ай вытащила металлические стержни с Райна, а тот ответил, просто поверь, что так нужно. Раз госпожа говорит, что время пришло, значит, так и должно быть. Этого не изменить. Значит, ты уходишь? Похоже на то. Передайте всем привет, извращенный отшельник. Спасибо вам за все. Вы заменили мне семью, которой у меня никогда не было. Я был счастлив. Джирайя лишь пролил слезы, ничего не ответив. Ему было жаль, что он не смог защитить учителя, ученика, а теперь еще и доверенного ему сына Минато. Кстати говоря, настоящий Нагато в полукилометре к северу. Теперь вам решать, как с ним поступать. Думаю, он более не в состоянии сделать что-либо. Джирайя лишь кивнул, а Наруто, Рент и Энма Ай, взлетев ввысь, растворились в небе. «Почему мое время вышло так рано?» «Ты сыграл свою роль. Остальное не твоя задача. Просто поверь мне». «Госпожа, у нас следующий заказ. Кануха Гакура Носато», сказал ей Ванюда. «Наруто, ты идешь со мной?» «Да, госпожа», коротко ответил блондин. Через некоторое время он и девочка были около ворот Канухи. Вошли они молча, а Наруто смотрел на знакомые ему места. Мимо проходили люди, некоторые из них были знакомые или друзья, но его больше никто не видел. Теперь окончательно Наруто Узумаки был мертв не только телом, но и душой. «Эээ, а чей это дом? Я его не припоминаю». «Она живет одна», открыв дверь, проговорил Энма Ай, вызывала снова. «Хината, ты наконец-то решилась, и кого же ты хочешь отправить в ад? Неужели кого-то из ее клана ее надо остановить?» крикнул Наруто, но был остановлен рукой девочки. «Это оби-то учиха, я ненавижу его, каждой частичкой своего тела, я хочу его смерти». «Вот и конец пазла, эта месть за тебя». «Хината, ну а зачем? Ты ведь тоже попадешь в ад». «Это я и планировала изначально, чтобы быть рядом», улыбнулась она, подняв взгляд на помощника адской девочки. «Ты серьезно?» «Погоди, ты что, меня видишь?» «Она видела всех, с самого начала, потому что это ее судьба». «Наруто, повинуясь, госпожа», фыркнул Наруто и превратился в желтую куклу с красной лентой на шее. «Развяжи, и человек, которого ты ненавидишь, отправится в ад». «Но после твоей смерти не успела она закончить, как Хината выхватила куклу и развязала на ней ленту». «В это время Тоби, который вылечил Саски после его битвы с братом, закончил рассказ на тему всей правды об Итачи, клане Учиха и Канохи. Он сидел на крыше своего убежища, размышляя над дальнейшими действиями, ожидая вестей от Пэйна. «Ну, здорово, ждал меня?» появился Наруто прямо перед Тоби. «Драки хочешь? Камуи?» Учиха использовал Ман-Йорко, думая, что переместил блондина в свое измерение. Но вдруг перед ним появился Хидан, который, взмахнув косой, отрубил ноги, на что Тоби удивился от того, почему он даже не смог среагировать. «Обожаю свою работу!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» просмеялся Хидан. «То происходит?» Наруто превратился в Рин, которая была с дырой в области сердца. Из ее рта текла кровь, а она сама ползла как Обито, пытаясь его обнять. «Обито!» «Обито!» «Куда ты?» «Куда ты от меня уходишь?» «Гензюцу!» «Да быть такого не может!» Перед ним появился маленький Наруто, который схватил его руками за шею и начал душить со всей силы. «Познай, боль!» «Познай, тварь!» «Задыхайся!» «Моли о пощаде!» «Ты тень, чьим домом стала тьма?» «Чужая боль не трогала тебя?» «Душа твоя во мрак стремится?» «Желаешь убедиться?» Лодка, плывущая во врата ада, который управляет Энма-Ай, а на ее борту находился Обито, которого будто только сегодня придавило валуном без правой половины тела. Вокруг него сидели, держа за руку рин и какаши. «Месть ввергла тебя в пучины ада!» Сказав это, лодка проплыла через врата. Хината молча сидела на своей кровати, держа в руках подушку. Внезапное чувство резкой боли заставило ее посмотреть в зеркало. На шее виднелась круглая отметина, обозначающая принадлежность к аду. Прошло несколько месяцев. Девушка наконец-таки решилась выйти из дома. День был прекрасен для всех, кроме нее. Яркое солнце, пение птиц, крики детей на улицах, куча орлов, летящих в резиденцию, по всей видимости, заказы на миссию. Все бы ничего, но странное чувство ее так и не покидало. Никто даже не пришел ее навестить. Идя по улице, Хината встречала многих знакомых. С друзьями она пыталась поздороваться, но никто так и не ответил на ее приветствие. Даже Инна или Тентен просто проходили мимо, будто не замечая ее. Она решила присесть в парке, что был неподалеку от ее дома. Погода была для этого вполне подходящая. Через пять минут из-за одного из деревьев вышел Наруто, что сидел рядом с девушкой. Господи, у меня уже галлюцинации? Хм, не совсем так. Скорее ты сама галлюцинация. Что ты имеешь в виду? Наруто привстал и протянул руку Хинате. Та ответила положительно и он повел ее в сторону дома очень быстрым шагом. Дойдя до нужного места, он сказал «Открывай и заходи». «Что же случилось?» «Увидишь», сказал с грустью на лице блондин. Зайдя внутрь, Хинате увидела давно сгнивший труп, который держал в руке нож, чтобы воткнуть в область сердца. Ей стало плохо. «Как же так? Я утром уходила и не было ничего подобного». «Это ты? Ты что, уже забыла?» «Я?» «Но...» Перед ней появилась адская девочка и проговорила. «Достигнув своей цели, ты решила поскорее отправиться в ад. Вот и результат. Самоубийство. Любовь ввергла тебя в пучины ада. Наруто лишь смотрел на нее с горечи на лице. Не смотри на меня так, пожалуйста. Это мой выбор. Так почему же я столько времени находилась здесь? Решалась твоя судьба. Готова ли ты стать адской девочкой в этом мире на следующие 400 лет? Отдай мне Наруто в качестве помощника и я согласна». Я так и думала. Значит мне пора возвращаться. Есть и другие миры, что нужно обуздать. Ты была выбрана королем ада уже давно. Думаю, ты сама догадалась. А лжи с красным бьекуганом? Разумеется. Ложь была лишь в слове бьекуган, но в остальном это все правда. Я точно так же стала адской девочкой. Удачи вам, Наруто и Хинато. Ну и кто остался кроме нас? Только не говорите, что а что думал избавишь от меня просто так, малокосос? Ха я так и думал. Приветствую, новая госпожа. Жаль, мне будет не хватать баек про танки, телефоны и прочее говно от этого придурка. Да, мне тоже. Спустя несколько недель психиатрическая лечебница Канохи, палата номер семь, вызывала «Да», ответила Сакура, сидевшая на кровати, прижав ноги к телу и обхватив их руками. «Я готова. Наруто?» «Да, госпожа». Наруто превратился в желтую куклу с красной лентой на шее. «Держи», протянула она ее Сакуре. «Если ты ненавидишь человека, потяни ленточку и он отправится в ад. Но помни, что после смерти ты также попадешь в ад». Сакура схватила куклу и без раздумий потянула за ленту. «Я тебя ненавижу. Исчезни». Саски-учиха, недавно отправивший послание в Каноху, в котором указал, что намеревается уничтожить деревню и всех ее жителей, не дошел до нее из-за того, что попал в ад. Саски очнулся на борту маленькой лодки, не понимая, что происходит. «Наруто, Хинато, что здесь?» «Месть ввергла тебя в пучины ада». «Прости, Саски, так нужно», ответил ему блондин, сидевший напротив, а лодка отправилась во врата ада. Саски «Мне Саски» сэк исчезнений «Мне сошь Candy». «Мне